Всем большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня у меня наконец-то, наконец-то обзор покупочек. Ох, я так долго ждала, чтобы снимать это видео, потому что я сделала заказ. На целых 4 заказа у меня было на разных сайтах. И вот, наконец-то мне вчера пришел последний заказик. И все, сегодня я решила отснять, наконец-то, это видео и воспользоваться своими покупочками, наконец-то, в полной мере. С такими замечательными моточками, которые мне пришли. В этом видео у меня будет не только пряжа, которую я купила для игрушек, также у меня будет еще пряжа трикотажная для корзиночек. Да, я маленько тут тоже закупилась и сделала небольшие запаси. Я хочу также продолжить вязать корзиночки. И вот я закупилась. Для начала я, наверное, вам покажу трикотажную пряжу и все приспособления для корзиночек. Там у меня кот с ума сходит, бесится. А потом я уже покажу всю остальную пряжу, которую я купила для игрушек. Я заказывала на нескольких сайтах. Первые два сайта, которые я вам оставлю, на все, кстати, ссылочки, на все сайты я вам оставлю. Где я заказывала для пряжи для корзиночек. Я заказывала на двух сайтах. Один сайт называется Simuland. Я заказывала как совместная такая закупочка была через одну девушку. И второй сайт это Wildberries. Там бесплатная доставка на Wildberries. А на Simuland там всего, по-моему, именно у этой девочки 10 или 15% от стоимости самого заказа. То есть она получается довольно-таки копеечная. Вот, допустим, если я заказала на 700 рублей, я всего доплачиваю 70 рублей за доставку. На Wildberries там вообще доставка бесплатная совершенно идет. Вы оплачиваете только сам товар, потом приходит товар, приходите, где забирать этот товар. И все, забираете доставку, вы платите вообще бесплатно. То есть 0 рублей. Так, ну все, начнем. Начнем, наверное, с самих моточков. Они у меня еще запечатанные, к сожалению. Но буду так вам показывать. Не буду я, наверное, распаковывать. Или распаковать ли вам сразу. Наверное, распакую. Сейчас, секундочку. Итак, все, я распаковала, чтобы было лучше видно. Как-то эти у меня все моточки, каждый был упакованный. Так, первый моточек. Это вот такой вот моточек. Трикотажная пряжа. Наверное, Салтера называется. Счастье в твоих руках. Для ручного вязания. Состав у этой пряжи 100% хлопок. И состав меланж 80% хлопок, 20% полиэстер. Но она у меня не меланжевая. Точно пока не знаю. Так, что у нас здесь еще написано. Длина 100 метров плюс 5 процентов. Минус 5 процентов. И также идет ширина нити 7-9 миллиметров. До этого я заказывала пряжу маленько другую. Я как-то показывала во влогах. Так, эта пряжа, название уже не помню, но там идет 3-5 миллиметров. То есть она довольно-таки такая тоненькая. Это потолще пряжи. Буду тоже ее пробовать. И крючочек здесь 8-10 миллиметров. И вот такие еще параметры. Стирка, возможно, 30 градусов тут как раз. Это производство Екатерин Муртука. То есть это российская пряжа. Вот такая вот. И цвет это у меня, по-моему, цвет Тиффани. Вот такой вот цвет. Потрясающий цвет. Это моя любовь в таких оттенках. Просто потрясающий оттеночек. Кстати, когда я заказывала, этот моточек я заказывала на Simuland. Когда я заказывала, мне показалось, что маленько другой цвет пряжи. Но в одном, кстати, я вам сейчас покажу другую пряжу. В одном оттенке я маленько разочаровалась. Но куда деваться, будем вязать. Вот такая будет у меня корзиночка из такой пряжи. Так, следующий моточек как раз это вот такой моточек. Это уже другая, название другое. Бейка стиль. Тоже трикотажная пряжа для ручного вязания. Цвет светло-голубой. Здесь плотность, а тут тоже плотность какая-то написана, 140 грамм. Это тоже Россия. То есть тоже российское производство. 100% хлопок, вес 300 грамм. А на той пряже, по-моему, вес не указано. Но там, по-моему, тоже 300 грамм. Где-то так было. Так. Да, тут длина просто указана на салтере. А на этой не указано. Так, вес 300 грамм. Длина пряжи 110 метров. Также плюс-минус 5 метров. 7-8 миллиметров идет ширина самой пряжицы. Номер крючка и спицы также вот указан. И вот такой вот оттеночек. Кстати, может на камеру я не знаю, как он смотрится. Но он такой, знаете, написано светло-голубой. Но он как серо-голубой. Такой непонятный оттеночек. Я не знаю, конечно, как будет в корзинке смотреться. Но цвет такой... Я маленько хотела другой цвет, когда я заказывала. Но тоже буду пробовать. Вот такой вот тоже красивый, в принципе, цвет. Но не тот, который я хотела. И следующая пряжа, которая еще одна, которую я заказала. Это пряжа Бисквит. Про нее очень много всего написано. И обзоры есть, что это самая потрясающая пряжа. Но про вот эти две, которые я показывала до этого, в принципе, про них тоже самое говорят. Так. Трикотажная пряжа. Также 100% хлопок. Длина 100 метров. Вес 330 грамм. Ширина нити 7 миллиметров. Номер вот крючка, спиц. И так. Производитель тоже России. Да. Город Угнинск. Тоже России. Да. Маденн Раша. Даже вот так написано. Да. Вот такой, кстати, оттеночек. То есть это неоднородный цвет. Тут такой сиренево. И очень-очень светло-зеленый оттеночек. Думаю, что красивая будет корзиночка из такого цвета. Будем пробовать. Буду сравнивать и рассказывать, как вообще, что мне понравилось. Пока мне, конечно, понравился этот цвет и который первый от Салтера. А вот этот посерединке. Ну, не знаю. Может быть, в моточке это смотрится по-другому. А вот уже в самой будет корзиночке смотреться по-другому. Так, это было у меня три моточка, которые я заказала. Больше я пока не стала заказывать, чтобы они у меня не лежали мертвым грузом. И также, что я еще заказала. Тут у меня очень много штучек. Так, заказала я вот такие очки. Точнее, это не очки. Я подшуршу чуть-чуть. Это пенсне. Заказывала я одни для Санты. Я вот уже использую. Надо вот мне сегодня, по-моему... Да, сегодня я хочу пришить. Потому что мне там уже осталось чуть-чуть доделать. Они вот такие идут. Тут маленько, конечно, со всякими зьянами. Черненькие. Размер, кстати, их... Так, вот размер идет их. Можно посмотреть. 5,6х2,5х0,4 цвет. Черный, пять штучек идет. И цена у них вообще довольно-таки дешевая. Честно, не понял. Но меньше 100 рублей. По-моему, 50 или... Точно не помню. Вот. Кстати, Ира, если ты меня смотришь... Я знаю, ты вяжешь Санту. Вот, бери. Они идеально подходят для того Санту, которого ты вяжешь. Которого я вяжу. Также я еще заказала другие очки, которые идут просто с дужками. Но они просто пришли огромные. Я не посмотрела на размер. То есть, они пришли вот такие огромные. Размер у них идет 2х13х4,7. То есть, 13 см они вот такие вот очки. Я их не буду, наверное, распаковывать. И я даже не знаю, на какие игрушки гигантские можно использовать эти очки. Но пусть лежат. Тоже они стоили не очень дорого. Так. И далее. Что я заказала по... Под, как они вот называются, заготовки для вязания, да? Заказала я вот такую вот. Точнее, идут 2 штучки идет. Эти я заказывала... Эту вот одну я заказывала на сайте Wildberries. Вот такие вот. Будет такая вот корзиночка у меня. Такой вот, как треугольник с круглым краем. Здесь они идут 2 штучки. 200 мм. 50 отверстий, диаметр 10 мм. Еще чего-то 3 мм. Точно не знаю. Вот такие заказала. Заказала 2 вот такие круглые. То есть, это... Кстати, это уже следующие на Simuland. На Simuland очень дешевые цены на эти донышки. Что-то в районе там 60-70 рублей. Вот так вот. То есть, они стоят. Набор вот такой заказала. Два штучки. Два набора. В каждом наборе 3 штучки. Здесь идет диаметр 10, 15 и 20 мм. Вот такие вот круглые. Они заупакованы. Два набора вот таких. И заказала еще вот такие крышечки к ним. То есть, только крышечки заказала именно к 15 мм. Вот эти будут сами донышки и будут крышечкой. Еще вот с такими розочками. Тоже две штучки взяла. И еще вот такие два набора, которые идут как прямоугольник. Но они, наверное, в виде... Вообще написано «Ажурная салфетница». Ну, можно и как шкатулку. Потому что здесь такая вот есть прорезь. Я еще не знаю, как я буду использовать. Тоже заказала две штучки. Вот такие красивые дощечки. Точнее, основы для вязания. Так, это у меня было все по корзинкам. Дальше у меня идет заказ пряжи. Тоже заказывала. Два делала заказа. На сайте 5 мотков я заказывала. И первый раз я еще делала заказ на Ярнард Салли, по-моему, называется. Точно не помню. Я вам ссылочку обязательно оставлю. Там просто я заказывала... Я сделала заказ только из-за одного такого... Одной штучки. Точнее, их три заказала. Это из-за крючков. Ну, и заказала еще заодно пряжу. Ну, вот сейчас я вам покажу, какие у меня есть заказики. Заказала я, значит, плюшевую пряжу. Несколько моточков. Вот как раз на Ярнард Салли я и заказала эту пряжу. Это плюшевая пряжа. Я такой пряжи еще не пользовалась. Эта пряжа называется Бон-Бон Панда Бэйби. Вот такая пряжа. У девчонок я у многих видела. Заказала несколько моточков. На пробу посмотреть, как она будет. Но мне кажется, она, в принципе, вся одинаковая. Что Дольче, что Хималайя Долфин Бэйби. Все одинаковые. Так, здесь идет стопроцентный также полиэстер. 100 грамм, 120 метров. Ну, вот то же самое. И оттенок этот... Это что, партия? Это, наверное, партия. Ринк партия. Да, вот, наверное, оттенок. Это вот этот идет. 3117. Такой нежно-голубой. Красивый очень оттеночек. Похозь чем-то на Тиффани. Который вот у меня пряжа трикотажная. Тоже такая же ниточка. И то она даже, вон, пришла, кстати, вон. С грязькой небольшой. Может, и пылюга. Ну, вот такой красивый оттеночек. Потом заказала красный. Красный, говорю, красный на Санту. Но пришел он мне такой темный. По сравнению с той пряжей, которую я вязала Санту. У меня тут вот осталось, кстати, от того. Вот, смотрите, с какого я вязала Санту. И какой мне пришел. О, камера с ума начинает сходить. Увидела этот красный оттенок. Вот, видно, да, что это светлее. Этот намного потемнее. Темно-красный как бы. Так, и оттеночек номер 3109. И еще один оттеночек я взяла. Вот такой вот розовый оттенок. Номер 3121. Я не знаю, для чего я взяла эту пряжу. Вот этот красный, да, я брала, хотела Санту. Но пока я еще доделываю только первую Санту. И буду ли я вязать второго, я пока не уверена. Потому что это такая, знаете, тоже, хоть он и большой такой, и вроде как из плюша вяж, но все равно занимает много времени. Особенно оформление бороды. Это вообще очень много времени занимает, чтобы оформить бороду. А вот эти два я пока не знаю, что я с ним буду делать. Может, и на костюмчике это будет плюшевым бычкам, которым я тоже хочу связать. Но, ну-ну-ну, пока не знаю. Посмотрим. Лишними не бывает. Вот такие оттеночки. Так, далее я покажу уже всю пряжу. У меня тут, в принципе, остался только полухлопок. Повторила я заказ пряжи Alize Cotton Gold. Думаю, что все его знают. 100-граммовый моточек, 330 метров. Состав у него 55% хлопок, 45% акрил. И цвет номер 55. Белый. Без него никуда. Я уже начинаю подготовку. Так, что-то у меня камера... Совсем потерялась. О, поймала. Фокус это. Начинаю подготовку к Новому году. Естественно, у меня тут все практически моточки. Это все к Новому году. Но не стала я делать большой заказ, чтобы у меня это все не лежало. Я, в принципе, распланировала, что я хочу связать. Ну, так, в голове я не люблю сильно планировать на бумаге, потому что это у меня потом ничего не выходит. Я так примерно... Ага. Я столько-то хочу бычков связать, столько-то оленей. Примерно вот как-то так. И надо сделать небольшие запасики. Вот я запаслась белым оттеночком 55-м. Потом вот такой оттеночек, по-моему, 262-й. Да. Из него я вязала и оленей из него я вяжу, и вязала я бычков по своему мастер-классу. Точнее, одного пока бычка. И мне нравится этот оттеночек. Он такой вот вроде неяркий, такой приглушенный. Мне нравится его использовать для бычков. И еще повторила 50... Ой, 55-й, говорю, 126-й оттеночек зеленый. Потому что он у меня закончился. Да, он называется травянистый. И чаще всего его используют именно для каких-то летних игрушечек. Я вязала из него котяку-арбузяку. Здоровский цвет для арбузяки. Вот самое то. Но из него я вяжу также и новогодние игрушечки. Потому что мне нравится сочетание вот этого зеленого оттенка с Cotton Gold 56-м красным или с Yadnar Jeans 90-м оттенком. Очень красиво сочетается. Вот. И мне осталось его совсем чуть-чуть. И я решила еще докупить. Так. Это все у меня по пряже Alize Cotton Gold. Далее. Пряже Yadnar Jeans. Тоже заказала не очень много. Но что-то у меня останется мне. Возможно, что-то пойдет на подарочки. Там посмотрим. Пряже Alize Yadnar Jeans. Уже Alize все. Также 50-граммовый моточек. 160 метров. Так. Состав 55% хлопок. 45% акрил. Это оттенок номер 90. Знаю, что есть еще другой маленький оттеночек. По-моему, 26-й. Наверное. Я им ни разу не пользовалась. Я когда решила красный заказать, как раз 90-й появился. Вот. Я в том году его перед Новым годом тоже заказывала. Вот этот красивый оттеночек. Решила я его заказать. Не стала заказывать Alize Cotton Gold. Я не знаю, почему я его не стала, в принципе, заказывать. Думала, что у меня его много. Но на данный момент у меня получается, что у меня всего вот этот один моточек. Точнее, два вот этих. Но один я хочу положить в подарок. Там посмотрим. Может, положу. Может, нет. Буду жадиной или не жадиной. Вот. Два вот этих оттеночка заказала. Также заказала зеленый номер 52. Мы с девчонками переписывались и как-то в чате. И вот Марина мне как-то сказала, что она вот использует... Ее же нелюбимый вот новогодний оттенок номер 52. Именно зеленый. А у меня вот тот оттеночек, который стоит 26-й. Cotton Gold от Alize. Я потом вспомнила вообще, что я заказывала ли я этот моточек номер 52. И в том году я его заказывала. Но я его заказала и я его подарила в новогоднем обмене девочке. Так как я думаю, это зеленый красивый оттеночек. И в итоге я его так и не попробовала. Но в этом году решила я все-таки заказать себе тоже. И знаете, мне в принципе нравится такое вот сочетание. Он намного, конечно, темнее. Он прям такой зеленый-зеленый. Прям вот как... Ну, знаете, вот для меня вот елка, она у меня такая, знаете, не однотонная. И вот если сравнить... Вот мне кажется, и этот оттеночек, и этот присутствует в елке. Вот видите, какой этот прям зеленый травянистый. И этот такой прям темный. Темный такой зеленый. Это оттеночек номер 52. Тоже заказала парочку моточков. Вот. И еще я заказала ярнарт. Также джинсы. Белый моточек. Вот такой 0,1. Потому что 62-й это для меня просто ужасный моток. Я не люблю именно... Ой. Да, 62-й. Потому что 62-й он очень жесткий. Вот сколько я его брала, везде вот они жесткие мотки. А вот этот, он получается, ну, как бы он не белый такой. Если сравнить его с белым Cotton Gold, он, конечно, как молочный будет. Видно, да, что прям Cotton Gold он белоснежный, а этот молочный. И заказала еще вот такой оттеночек коричневый номер 40 для бычков. Я как-то вязала, но еще в самом начале этот коричневый, а потом перешла на коричневый Cotton Gold от Alize 493. Перестанется третий оттенок. Мне это очень нравится. Ну, и тут смотрела у девчонок по копочках тоже. И многие его берут. И он посветлее. И он идет с такими, как бы, с белесыми, такими вот штучками. Ну, думаю, что видно, да, что он не однотонный. И думаю, что он очень здорово будет смотреться именно в бычках. Так, по Yarnar джинсу это все. У меня осталось тут еще один вид пряжи, который я не так давно совершенно попробовала. Мне прислала в подарочек замечательная одна вязальщица. И вот благодаря вот ей я прям вот влюбилась в эту пряжу. Сколько я на нее смотрела. И всем она очень сильно нравится. Ну, практически всем. Я, по-моему, несколько девочек видела, которым она не очень сильно зашла. Так вот, это пряжа Yarnar Denim Voshit вообще. Говорят, Voshit. Но тут я вчера, когда, ну, все распаковывала, подготавливала и увидела, что пишет Yarnar Denim Voshit. Так, это вот такая пряжа. Yarnar Denim Voshit, наверное, получается. Вот здесь написано. Вот. Мадеин Турция. Производство Турция. Yarnar Denim Voshit. Ну, я уже привыкла, что это Voshit. Все говорят Voshit, но я тоже говорю Voshit. Это 50-граммовый моточек, 130 метров. Здесь идет 80% хлопок и 20% акрил. Это вот такой вот оттеночек 917, такой темно-коричневый. Идет с такими, вот они все идут с такими прожилками. Очень классная пряжа. Я вязала первый раз из этой пряжи мишку Оливера. И я была просто в восторге, как это все получается, как это красиво смотрится в игрушках. И решила, что надо мне повязать бычков из этой пряжи, возможно, и оленя свяжу. Так, вот такой моточек у меня, цвет я сказала. Потом у меня еще есть вот такой моточек, номер 926. И знаете, я думала, что маленько это другой моток, потому что я заказывала другой цвет. Сейчас я к вам вернусь, две секундочки. Так, я нашла этикетку, из которой я вязала вот пряжу. Вот Yarnar Denim Voshit, тоже 926-й оттеночек. Я думала, что вот он когда мне пришел, я такая думаю, я это не заказывала такой цвет. Но нет, посмотрела 926-й. Я хорошо запомнила, что я вязала мишку Оливера из 926-го оттенка. И вот я нашла ниточку. Или мне так вот кажется, может, он такой маленький, как почесанный. Ну да, в принципе, та же самая нитка получается. Я думала, что это другой оттеночек. Хотела уже наругаться. Думала, пин, подставу какую-то положили. Нет, тот же самый оттеночек. Все нормально. Вот, 926-й оттеночек. Потом я заказала вот такой ржаватый оттенок номер 916-й. Да, вот видно, как они все отличаются. Потом я заказала еще вот такой светленький 914-й оттеночек. Так, вот уже такая вот палитра получается. И заказала еще такой, как белый или кремовый, наверное, оттенок. Это 900. Вот такой вот. Может быть, я на коробку его пущу. Да, такая цветовая гамма. Прямо вот на бычков, на оленей. И есть один моточек, который я заказала. Но я его заказала не для самой игрушки, а для костюмчика. Красный оттенок, прям яркий. 919-й. Вот такая вот у меня палитра. Заказала я всех по одному моточку. Я думаю, что я пока так повяжу. Но если вдруг мне еще понадобится, я еще буду заказывать. Так, это все у меня по пряжам. И что я еще хочу вам показать. Заказала я крючки, из-за которых и вообще начался мой заказ. Большинство заказа, точнее. Эти крючки я таким крючком пользовалась. Но у меня есть крючочек 2,5. Именно от этой фирмы. Мне он пришел в подарочек в летнем обмене. И он мне очень сильно понравился. И я искала крючочек 2,5, потому что 2,5 я вяжу не так часто. То есть я его беру для более такой толстенькой пряжи. Вот для китайской пряжи я вот им вязала. Мне очень сильно понравилось. Но так как я большинство вяжу 2,5, я решила заказать 2. Еще я заказала его не один, а несколько штук. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот крючочек. Это Адропс Циркус. Вот такой вот крючочек 2. Заказала я их несколько штук. Один я заказала себе, и два заказала я на подарочки. На какие подарочки я вам не скажу, потому что я уверена, что один человек точно будет смотреть, а второй вообще еще не в курсе, что ему пойдет этот подарочек. Потому что я сама не знаю, кому он пойдет. Вот так вот. Вот такой крючочек у меня есть зеленый. Сейчас я вам покажу его. Сейчас, секундочку. В нем приходил, как я сказала, подарок в летнем обмене. Вот такой зеленый. Это у меня 2,5 мм, а это вот двоечка. Они очень сильно похожи на крючки от Knit Pro. Крючок Knit Pro. Вот такой вот двоечка, а это 2,5 мм. Они и на ощупь похожи, но все равно они отличаются маленько. Это двоечка, а это 2,5 мм. Естественно, они не сравнишь. Вот с этим, если сравнивать, то я думаю, что они практически похожи, как братья-близнецы. Вот. Ну и заказала я. Я еще их не распаковывала, я еще не пробовала. Думаю, сейчас я как раз вот это вот все свое добро распакую. Разложу по своим полочкам. Надеюсь, у меня все влезет, потому что у меня места там совершенно нет. Но это уже не в этом видео. И вот буду пробовать. Вот такие вот крючочки я заказала себе на пробу и на подарочки. На этом у меня все. Буду с вами прощаться. Надеюсь, вам мой обзор покупочек понравился. Ссылочки на все магазины, в которых я покупала, все вот это свое добро, я обязательно оставлю вам в инфобоксе. Переходите, смотрите. Все. На этом все. Всем пока-пока.